Здарова друзья! Помните в самых первых играх серии GTA, и кстати не только в GTA, а и в многих других играх уже 20 лет недавности, главные герои в открытых мирах не всегда умели плавать. Тогда это выглядело так забавно, что успело стать культовым мемом. Тогда игры в открытом мире лишь набирали оборот. Разработчики осваивали новые механики, а создание игр пожирало огромное количество ресурсов. Поэтому зачастую для того, чтобы заставить героя плавать, нужно было потратить кучу денег и времени, объединить воедино сразу несколько механик, и желательно еще это было совместить с сюжетом, чтобы механика не пропадала даром. Проще говоря, это было сложно и не совсем нужно, и уж тем более не совсем выгодно. Поэтому разработчики либо намеренно от этого отказывались, либо ограничивали это как бы забавной шуткой. И вот казалось бы, это время давно прошло, но не совсем. Так уж сложилось, что даже сейчас все еще выходят игры, в которых главный герой не умеет плавать. И таких игр на самом деле много. Так что предлагаю вам сегодня на такие вот игры и взглянуть поближе. В этом списке будет как культовая классика, так и свежие новиночки. Так что усаживайтесь поудобнее, друзья, и приятного просмотра. Ну и начать, пожалуй, стоит и с последней, и не только игры Rockstar Games. Их игры всегда покоряют мир своим уровнем проработки и реализмом с погружением в детали. Но так уж сложилось, что главный герой первой части Red Dead Redemption Джон Марстон не умеет плавать. Он просто заходит в воду, бродит на мели, но как только заходит куда поглубже, то тут же начинает тонуть. Поднимает одну руку вверх и уверенно уходит ко дну. Перед написанием текста для этого видео я пытался найти этому объяснение. Ну мало ли, может он там детскую травму получил и воды боится, или с ним еще какая-то непонятная хрень в детстве произошла. Но, к сожалению, я ничего конкретного по запросу не нашел. Возможно, я плохо искал. Если вы знаете больше, то дополните меня в комментариях. Но я также могу добавить, что, как всем вам наверняка известно, Джон Марстон является главным героем не только первой части, но и второй. Большую часть игры мы, конечно же, играем за Артура Моргана. Но потом повествование перебрасывается на Джона. И, о чудо, даже в игре 2018 года выпуска, все тот же старина Джон Марстон все еще не умеет плавать. И это как бы логично, так как действия второй части происходят до событий первой. И круто, что разработчики об этом не забыли и сохранили такую вот уникальную особенность. Так что, если вы вдруг, играя за Джона во втором Red Dead Redemption, решите отплыть далеко от берега в лодке для хорошей рыбалки, то будьте осторожны, друзья. Ибо если вы с этой самой лодки выпадете, то уже никогда не сможете забраться и умрете. Days Gone Плюс еще одна относительно новинка, которая вышла в 2019 году и до недавних пор являлась эксклюзивом PlayStation, но совсем скоро релизнется и на ПК. Снова мы рассматриваем случай, когда, казалось бы, мы получили очень высокобюджетную игру, со шикарным уровнем проработки всех деталей, с кучей возможностей и потрясающей графикой, но с главным героем, который почему-то не умеет плавать. Но для того, чтобы это объяснить, мне даже ничего гуглить не пришлось, ибо эту игру я уже далеко не один раз боготворил на своем канале. Я ее безумно обожаю, и она стоит у меня на втором месте в списке самых шедевральных эксклюзивов Sony. В общем, я вроде как все помню, так что если я вдруг где-то ошибусь, исправьте меня в комментариях. Итак, неумение, а вернее нежелание главного героя плавать объясняется тем, что он в молодости служил в Афганистане или еще в какой-то там зоне боевых действий. Однажды они полным отрядом ехали на задание, но на конвой напали. Их машина упала с моста в воду, он один смог с большим трудом выбраться, а все его друзья утонули. С тех пор он, конечно же, винит себя в их гибели, постоянно задает себе вопрос, почему именно он остался в живых. Ну и само собой, с тех самых пор он адски боится воды, потому что она его пугает и заставляет снова и снова переживать одну из самых сложных потерь в жизни. Вообще, я могу еще хоть с десяток раз повторить, что Days Gone является гипер-шедевром, в котором, ну просто идеально раскрывают у всех персонажей и их мотивацию. В этой игре даже самым незначительным деталям из прошлого уделено какое-то запредельное количество времени. И вот эту самую историю из жизни Дикона рассказали далеко не сразу. До того, как он все рассказал, игра регулярно ставила его в ситуацию, где он должен был взаимодействовать с водой, но всегда показывал страх. Если, кстати, в этой игре зайти глубоко где-то в озеро, то Дикон даже утонет, что как бы логично. Но все-таки правда была раскрыта и этот самый сюжетный поворот сыграл свою роль, как, собственно, и сотни других. Детально об этой игре я рассказывал в своем видосе «Все эксклюзивы Sony от худшей к лучшей». Если интересно, что я об игре думаю более подробно, то обязательно его посмотрите. Ну а сейчас я просто в очередной раз могу вам порекомендовать эту игру. Поиграйте в нее прямо сейчас, если у вас есть консоль от Sony, ну или дождитесь ее скорого выхода на ПК. Релиз игры на ПК должен случиться уже совсем скоро. Infamous. Все игры серии. В самых первых играх нашим главным героем был Коул Макград, который так-то плавать умел, ну, наверное. Но вот однажды он получил суперспособности, и не простые, а электрические. Он стал человеком, пропускающим и управляющим током. Поэтому логично, что любое его прикосновение с водой заканчивалось для него смертью. Вот серьезно, более логичной игры, в которой бы неумение плавать в открытом мире героя, так объяснялось, ну, просто нет. Так что все более чем идеально. Но в самом начале я сказал все игры серии. Дело в том, что уже в Infamous Second Son у нас был уже новый протагонист, Делсин Роу. И вот он уже получил способность управлять огнем и дымом. И по идее он должен был уметь плавать, но не сложилось. Вода точно не является его другом. Подробной информации, почему именно так, я не нашел. Если вы знаете, то пишите об этом в комментариях. Если этому нет логического объяснения, то получается, что разработчики просто не стали заморачиваться. Или же просто решили оставить такую вот пасхалочку на прошлые игры серии. Ну, в общем, опустив все это, говоря о самой игре, я могу отметить то, что она очень даже годная. И в нее уж точно стоит поиграть. GTA Vice City. Ну, это уже совсем классика, друзья. Про франшизу GTA и неумение плавать главного героя Vice City знают все. Многие разработчики в своих играх, в том числе и сами рокстаровцы, вставляли в свои игры разные пасхалочки, которые бы отсылали нас к неумеющему плавать Томи Версетти. И кстати, вы когда-нибудь задавали себе вопрос, а почему именно он не умеет плавать? Если да, то думаю, ответ вы и так знаете. Ибо Google сразу же выдает ответ по первому же подобному запросу. Сейчас я вам его просто зачитаю. Дело в том, что тогда Rockstar не могли реализовать систему плавания по техническим причинам. И поэтому вода становилась смертельной для игрока. Можно сказать, что Томи просто на то время не научился плавать. Так что, как-то так. Ну, собственно, об этом я уже говорил в начале видео. GTA Vice City вышла в далеком 2002 году. На то время игр в открытом мире практически не было. А если и были, их можно было пересчитать по пальцах. Такие механики плавания в них не использовались. И никто их не реализовал. Но это было тогда, а уже в 2004 году, с выходом GTA San Andreas, Rockstar исправили это допущение. И наш CJ научился полноценно плавать. В игру также были добавлены полноценные миссии с плаванием и даже с дайвингом. Можно было даже прокачивать вместимость легких, чтобы как можно дольше находиться под водой. Короче говоря, игра была тем еще шедевром на века. И я, конечно же, рекомендую вам поиграть как в Vice City, так и в San Andreas. Поиграйте немного, поностальгируйте и вспомните классику. The Last of Us. Снова пошла речь о шедевральных играх и замечательных эксклюзивах Sony. The Last of Us вышла в 2013 году и покорила мир. Она получила кучу наград, запредельные рейтинги и множество побитых рекордов. Она тогда произвела настоящий фурор. По большей части в игре мы играли за Джоэла, 50-летнего мужика, у которого с плаванием все более чем замечательно. Но периодически игра переключалась на 14-летнюю Элли. И вот она уже плавать не умела. Причина тому максимально обычная для того мира, в котором она вынуждена была расти. Девочка родилась и выросла в карантинной зоне и за пределы стен почти никогда не выходила. Она никогда не видела озера, реки и уж тем более моря. Так что играя за Элли, вам нужно было случайно не утонуть. Для этого, играя за Джоэла, вы всегда искали деревянный поддон поблизости, бросали его в воду. Она на него залазила и успешно переправлялась на другую сторону. Кстати, внеумение Элли плавать обыгрывали сюжетно в самой игре. Она об этом неоднократно рассказывала. Это также обыграли уже и во второй части. Там рассказывалось о том, как Джоэл учил ее плавать. И кстати, обучил он ее весьма неплохо. Потому что во второй, не менее шедевральной игре, чем первая, есть множество миссий, где ну очень много воды. И там главной героине приходится очень-очень много плавать. Так что да, девчонка повзрослела и обрела новые навыки. Но благодаря ее неумению плавать именно в первой игре, первая часть The Last of Us, место в этом топе уж точно заслуживает. Dark Souls это всеми известная серия хардкорных игр, главные герои которых не умеют плавать. Точка. Никакой подробной информации я не нашел. Ну а мое отношение к этим играм вы и так знаете. Так что отдаем этой игре место в топе и идем дальше. Assassin's Creed только самая первая часть. Именно первая, потому что действия уже второй игры серии как-никак происходят во Флоренции и Венеции. А как бы добавлять в игру Венецию и не дать возможность плавать, это просто жестокий абсурд. Поэтому Эцио плавать уже умел. А вот Альтаир нет. Но важное уточнение, это не Альтаир не умел плавать. Он как раз таки умел. Это анимус, то самое устройство, с помощью которого человек из настоящего переживает жизни человека из прошлого, не умел тогда еще воспроизводить плавание. Ибо тогда он был еще не слишком развитой машиной. Об этом даже прямым текстом говорится в самой игре. Вообще вы знаете, я очень сильно люблю поговорить про ассасинов. Ибо я с детства затирал до дыр все части и по сей день считаю каждую новую игру серии шедевром. Я знаю об ассасинах вообще все и даже больше. И помню сколько из части в часть. С каждой новой версией анимуса у него появлялось условностей. В одной игре серии какие-то незначительные функции были ограничены, а уже в следующей доступны. И это между прочим все, пускай и не совсем логично, как может показаться на первый взгляд, но объяснялось в самой игре. Так же как и объяснялись уже кардинальные изменения с выбором в Одиссее и множество других изменений. Ну в общем о таких изменениях можно рассуждать очень долго. Нам же тут нужен лишь один факт. В первой части Ассэйс Крит Альтаир не мог плавать. Ну и напоследок давайте без подробностей, я просто пробегусь по еще парочке игр, главные герои которых не умеют плавать. Итак, не могли плавать несколько персонажей игры Сплатун. Не мог плавать главный герой игры Психонаутс. Соник в самых первых играх серии, которые выходили на Сеге и Денди, тоже не умел плавать. Кстати, а умеет ли Соник плавать в современных играх? Если знаете, пишите об этом в комментариях. Ну и еще главный герой культовой Крэш Бандикут, тоже не умеет плавать. Такой вот получился у меня списочек из игр, главные герои которых не могут или не умеют плавать. Ну а на этом все друзья, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и на мой инстаграм, где я делюсь короткими обзорами на игры и фильмы. Ну а также не забывайте бить в колокол, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем удачи друзья и всем пока!